Итак, НЖСК все-таки сдержала обещание и объявила о проведении собраний собственников. Напомню, обсудить планировалось преобразование действующей управляющей компании в новую НЖСК+, причем с новой формой управления. Удалось ли сторонам договориться и почему большинство собственников проигнорировали приглашение коммунальщиков в специальном репортаже выпуска? Почему вы навязали нам? Вы навязали нам? Вы ходили, требовали, чтобы мы пришли, принесли. Никто никому ничего не навязывает. Это сейчас вы не говорите о этом. Сегодня собственники по окончанию этого собрания самостоятельно должны большинством принять решение, как им жить дальше. Поэтому вы и выбрали такое неудобное время. 28 июня компания, отложив незаконные призывы к собственникам прийти и подписать неведомые договоры в ЖЭО, начала, наконец, проводить общее собрание жильцов в многоквартирных домах. Правда, с некоторыми нюансами. Сбор коммунальщики объявили сразу в 28 подведомственных жилых зданиях. Время для этого выбрали в 5, 5.30 и 6 часов вечера. А учитывая, что конец июня – это уже разгар отпускного периода, то массовость мероприятия была вполне предсказуема. В одном подъезде всего на одной площадке поместились жители из трех пятиэтажек, две съемочные группы, репортеры газет, представители администрации и даже группа поддержки управ компании. А вы рассчитывали, что собрания в рабочий день в 5 часов вечера в полшестого и в шесть состоятся? Сразу 28 собраний в один день? Вы рассчитывали, что люди будут дома? Мы рассчитывали, что люди будут дома. А каким образом рабочее время они будут дома? В итоге ни в одном из 28 домов кворума не было. Собрания не состоялись. Между тем, вопросы, которые значились в повестке, как говорится, из самых насущных. Их действительно жителям надо обсуждать сообща и всем вместе принимать решения. К слову, прийти на собрание стоило хотя бы ради того, чтобы узнать, для чего заварена вся эта каша со сменой способа управления и почему расхлебывать ее должны жители 192 многоквартирных домов. Как говорят представители НЖСК и их сторонники, все затеяно из-за того, что компанию могут признать банкротом, а значит, собственники рискуют остаться у разбитого корыта и без должного обслуживания домов. Только на самом деле спасательный круг в виде срочного создания новой обслуживающей организации и уж тем более срочного подписания с ней договорных отношений вовсе не обязателен. Судебная тяжба по банкротству еще не означает конец управляющей компании. Сегодня в Ноябрьске существует две коммунальные организации, в отношении которых примерно два года назад были поданы точно такие же иски на банкротство. Это УЖХ и Жилсервис. При этом жители ни на какие новые условия сотрудничества с управкомпаниями не переходили, а все свои функции в отношении своих домов коммунальщики выполняют. Суд же назначил УЖХ и Жилсервису так называемые оздоравливающие процедуры, которые длятся, внимание, два года. Обанкротят, подождите, обанкротят, все, будет самый суд, обанкротят, дальше. А там люди, дальше придет время, будут принимать решение. Какое? То ли это будет ДСЖ, то ли это будет непосредственно. Опять-таки, опять-таки мы приходим к этому, понимаете, к этому. Понятно. Но дайте людям ознакомиться, не надо их на трапах и быстро. Решение, решение давали. Теперь, когда понятно, что времени для раздумий достаточно, можно перейти к главному аргументу НЖСК, с помощью которого коммунальщики убеждают собственников перейти именно на непосредственное управление домами. Наши соседи, город Муравленко, уже год работают на непосредственном управлении. Город Омск, город Казань переходят на непосредственное управление. Непосредственное управление по городу Муравленко рекомендовано было Минрегионразвития. То есть это та форма, которая абсолютно не ущемляет права собственников. Конечно, сам непосредственный способ управления права людей не ущемляет, и он абсолютно законен. Но вот условия, на которых людям в Ноябрьске предлагается подписать договоры с новоявленной компанией НЖСК+, могут быть совершенно не такими, как в Муравленко или других городах. Но вдаваться в такие подробности представители НЖСК нужным не посчитали. Я не читал те договора, которые есть у жителей Муравленко. Почему тогда вы говорите, что все так хорошо, если вы даже не знаете, на каких условиях... Своим договором мы не нарушим ни один пункт жилищного кодекса или нашего законодательства. В том договоре, который мы предложили сейчас, там нет ни одного пункта, который ущемлял бы права собственников. Между тем, последнее заявление Анатолия Ярчака как минимум спорное. Специалисты администрации имеют примерно полтора десятка претензий и замечаний к условиям этого договора и считают, что они явно ущемляют права собственников. И все это на фоне того, что журналисты новостей нашего города рассказывали о расширении прав и полномочий управляющей компании. В общем, говорят специалисты, прежде чем подписать договор, людям надо его изучить и понимать, что это уже новый документ, а также настаивать на изменении непонравившихся в нем пунктов. Это будет уже договор на оказание услуг по содержанию ремонта общего имущества в многоквартирном доме. И там уже на сегодняшний день есть пункты, в отношении которых у администрации города, в том числе и как у собственника муниципальных квартир в таких многоквартирных домах. Вот есть как бы сомнения. Менять данные условия, чтобы они были то ли более прозрачны, то ли были, скажем так, ну, более демократичны и преследовали до интереса обеих сторон, а не только лоббировали интересы управляющих, ну да, в данном случае управляющих. К слову, собственники, которые уже подписали договоры с новой управляющей компанией до проведения собраний, могут отозвать свои документы, так как они, в общем-то, незаконны. А те, кто поставит подписи после собраний, должны знать, что расторгнуть договор с НЖСК+, тоже можно. Но, чтобы не махать кулаками после драки, специалисты администрации открыли горячую линию и в рабочее время готовы проконсультировать собственников по всем вопросам, касающимся создания новой компании и смены способа управления. Кирилл Мигель, Ирина Потехина, Виталий Харченко, Александр Иванов. Новости нашего города. К слову, новости нашего города неоднократно говорили о том, какими полномочиями наделила себя управляющая компанией НЖСК+, о том, какими методами свою правоприемницу продвигает организация НЖСК и какую реакцию это вызывает у жителей города. Вернуться к нашим материалам на эту тему можно в официальных группах новостей нашего города в социальных сетях. А на нашем сайте мы представляем официальную переписку издательского дома «Благовес» с НЖСК. Делать выводы предлагаем вам самим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова